с доброго времени суток ведем наш репортаж с такого чудесного места под елочками сейчас мы будем рассказывать о птичках но многие пользователи которые привыкли к моему каналу они задают вопрос где же грибы а грибы вот они вот обратите внимание культурка прекрасно выращенного вот посмотрите как он выглядит это культура гериция выращенная на жидко-питательной среде красиво видим что здесь очень красивые такие разрастания грибного мицелия видно что это какая-то культурная осмысленный рост то есть не плесень хороший нормальный герици он еще даже образует такие деревца что мы будем в дальнейшем делать с ним мы будем его делать будем делать посадку на свеже срезанную яблоню мы специально ее спилили для того чтобы туда привить вот этот гериц и как это будет происходить мы расскажем чуть позже а сейчас хотим остановиться на том моменте что началось лето лето все идут в отпуска едут на дачу точно так же поступили и мы и на даче мы будем заниматься тем что будем выращивать перепелки очень интересная такая птичка обратите внимание как она выглядит здесь я специально для примера привожу это вся клеточка это то что у нас это уже мой личный выводок который вывелся у нас скажем здесь на дачу значит каким образом вообще произошло знакомство с этими перепелками значит я был в командировке мне позвонила жена и обрадовала меня таким событием что она купила перепелки я спросил сколько она сказала 5 семей 5 семей это означает 5 по 5 то есть 4 курочки 1 петушок вот значит их перепелок ну сразу скажу если вы не в курсе что они бывают значит бывают яичных пород бывают мясомолочных пород и бывают сута мясных пород то есть у них тоже как и у всех остальных есть бройлерные породы которые имеют больше вес больше по мясу больше дают мяса скажем так меньше дают яиц значит она купила четыре мяса молочных вот этих сереньких и одна бройлерная белая то есть они выглядят немного покрупнее но в дальнейшем будем рассказывать о птичках то я покажу как выглядят белые а здесь просто специально привожу это трехнедельные цыплята можете обратить внимание это уже совсем взрослая здоровая птица огромная кто у нас тут на даче квитки у нас тут все тут кошки собаки дети вот значит относительно птичек я сначала отнесся очень скептически к этому к этому вопросу еще нам перепелок не хватало и как в дальнейшем что показал результат когда они начали уже нести яйца вот эти семей которые мы купили яйца они несут колоссально много если их правильно если правильно кормить то есть давать им специальный комбикорм то яйца они несут колоссально много что во первых это поразило по такому образу что это и яиц было настолько много что их не было куда девать приходится их варить просто кастрюлями употреблять их в пищу просто яичницами целыми жарить значит мы сделали такой вывод что купили специальный для них инкубатор насыпали туда яиц и таким вот образом случайно через три недели ледофон таким вот образом оказалось что через три недели вдруг мы обнаружили в этом инкубаторе целый выводок 50 штук вот таких вот птичек что привело к следующим таким вот выводам это уже у нас это первый выводок потом был второй выводок и сейчас уже третий выводок это еще 50 штук прибавилось и оказалось что в тех условиях таких вот простых которые у нас есть я кстати чуть позже продемонстрирую как садовых ящиках можно просто держать вот этих значит перепелок и получать от них яйца и выращивать птиц но это очень неудобно когда их много поэтому пришлось приступить к тому что приготовить им вот такие вот клетки для этого я хорошо просмотрел интернет нашел людей которые профессионально занимаются выращивание перепелок и просто не задумываясь над всякими там глупостями не хотел изобретать велосипед просто посмотрел умного человека который умно это все сделал и сделал то же самое вот результат можете увидеть вот эту клетку как ее сваривать пошагово я вот продемонстрирую чуть позже или это будет или плей вести или там в этом ролике но я точно скопировал то что он не рассказывал а сейчас я хотел бы именно остановиться на том моменте вот была изготовлена вот эта первая клетка я расскажу немножко о том опыте как ее изготавливаем и как специально покажу видео ну вот я уже остановлюсь на тех момент в моментах обтягивания сеткой и имена здесь расскажу не помню чью как никто и какой какой у нас и сделаем остановлюсь на тех моментах где здесь были допущены ошибки, и какие немножко такие вот были проблемы и трудности. Значит, как вы видите, внизу стоит еще недоделанный один каркас, то есть, или как, он каркас доделанный, просто не обтянут пленкой, пленка сеткой. То есть, сеткой я еще не успел обтянуть, но буду обтягивать. Сейчас у нас уже этих перепелок развело, и что мне нужно таких три сетки. Одна на белых бройлеров, вторая на молодняк, и третья уже на старых птиц, которые несут яйца. Значит, это первая клетка, и вот первый такой опыт. Значит, что я скажу. Использовал, значит, я для нее три вида сетки. Значит, первый вид сетки, это, ну, я так назвал ее, что это лыжа. Лыжа это то место, по которому будут скачиваться яички. Вот, обратите внимание, сбоку, если посмотреть вот сбоку, то здесь видно, что она находится под наклоном. Высота стойки 50 сантиметров. Значит, спереди минус 5 и минус 5, здесь остается пространство 40, так, здесь остается 10 и 5, здесь остается 35. Честно говоря, возможно, не обязательно делать клетку такой высокой. Говорят, что птицы там скачут, могут себя поранить и так дальше. Поэтому иногда я вижу, что клетки еще более низкие, они просто вот где-то 10 сантиметров нужно убирать. Ну, не знаю, насколько это будет оправдано, это время покажет, но пока я делал вот именно вот таким вот образом. Точно скопировал, как было на видео. Теперь, здесь вот эти стаканчики приделаны для того, как вы понимаете, чтобы клетка вставлялась в клетку таким образом. У нас получается стеллаж из трех клеток приблизительно, но четвертую не будем ставить, это будет высоко, там, чтобы лестница не вылазит. Значит, было использовано три вида сетки. Вот эта сетка специальная для лыжи. Не забудьте, когда будете ее монтировать, поперечные вот эти, значит, ну, как сказать, вот эта проволока, ее нужно располагать снизу. А вот эти, которые идут вдоль, они должны быть в таком вот положении для того, чтобы яйца скачивались вниз. Ну, здесь ориентировочно размещается в такой клетке приблизительно 40 штук птиц. Значит, получается, если они там будут и сносить вот эти яйца, то они будут такой футбол там играть вот этими яйцами, что они, естественно, будут выкатываться сюда. Здесь стоит такое ограничение, чтобы они не падали, и здесь они будут собираться. Приблизительно такое семейство из 40 перепелок где-то за сутки обязательно где-то сносит по 10 яиц. Так что приблизительно вот такая клетка с перепелками каждый день вам будет давать приблизительно 10-12 яичек, свежих перепелиных вот таких вот яичек. Значит, вот эта сетка для лыжи, она самая дорогая. То есть она стоит в 3 раза дороже, чем обыкновенная сетка для перетяжки. Поэтому я ее использую только для лыжи. Для передней сетки обязательно используется сетка с очень большим сечением. Здесь, возможно, я допустил немножко ошибку, потому что у меня получились прямоугольнички вот такие вот, скажем так, горизонтальные, и немножко птичке, я думаю, что будет застревать голова, когда они будут сюда засовывать. То есть в следующий раз я эту сетку оберну таким вот образом, чтобы вот эти прямоугольнички были вертикально. И сюда перепелкам лучше будет пролезать голова. Ну, есть такая, говорят, что если узкая вот эта, то у них будет задираться шерсть, и потом будут лысые головы. Ну, это время покажет, насколько это будет оправдано. Но в следующий раз я все-таки постараюсь это исправить. Теперь, вторая, это второй вид сетки. Ну, и третий вид сетки, это получилось, она тоже така среднего ценового диапазона. Я использовал вот с таким вот сечением. Здесь 2,5 на 2,5. И ею обтягивали вверх, зад и бока. Таким вот образом вот было все перетянуто. Значит, для крепления вот этой сетки я использовал разные способы. Значит, пробовал, как на видео, стягивать вот этими стяжками. Эти стяжки, это фигня полнейшая, рвутся и так дальше. Потом я уже, по мере появления опыта, здесь я вообще не использовал ничего. Обрезая болгаркой красиво, то есть оставляя вот эти прутики. Видите, я здесь аккуратненько просто использовал вот эти остатки самих прутиков. И вот я вот так вот без никаких, просто связал саму клетку с сеткой. Вот таким вот образом закрутил. Ну, здесь я использовал эти стяжки, но в конечном варианте стяжки это очень слабый, очень надежный вариант. Вот видим, здесь она уже оборвалась, то есть фигня полная. И в конечном варианте, когда я уже дошел до последней, я все-таки, пусть там оно не очень так современно и красиво, но здесь я использовал обыкновенную вязальную проволоку. Вот это надежно, это вечно и прослужит много-много лет для этой клетки. Вот таким вот образом относительно перетяжки и относительно, ну, таких вот здесь ошибки сказал. Теперь, относительно, там, для ревизии, досмотра вот этих вот, тут спереди вот сделано вот такое окошко. Довольно-таки широкое, то есть там по внутренней сетке это вот сделать такое широкое окно, чтобы там можно было яйцо поймать или там, если яйцо где-то застряло, достать. Или еще, если что-то нужно будет внизу, внутри ревизировать. Никакой умнее застежки я не придумал, чем просто завернуть вот это окошко двумя такими закрутками. Ну и таким вот образом у нас получилась вот такая вот сетка. Теперь, относительно кормушки. Для кормушки, как видите, используется обыкновенный металлопрофиль для гипсокартона. Приделан он предельно просто, видите, он снимается. Здесь поставлен на вот заклепки изнутри. Вот здесь сделаны заклепочки. Для его крепления. И таким же самым легким движением руки помещается обратно. Ну, например, если его нужно высыпать, почистить и так далее. Прекрасно они отсюда достают корм. Прекрасно они здесь, то есть его кушают. Относительно поилок, если профессиональных вы там увидите, у них есть целая система сделана трубок, куда привинчивается просто баклажка, они там все пьют, все автоматика. Ну, сейчас до автоматики еще далеко. То простая автоматика сделана, вот видите, привязанная большая. Двухлитровая бутылка. Внутри сделаны окошки, три окошка прорези. Вот. И через лейку туда можно наливать воду. Здесь проволокой мы ее привинтили. Но пока вот таким вот незамысловатым образом мы это все, значит, смонтировали. Для того, чтобы самые главные птички у нас себя хорошо здесь чувствовали. Немножко мы их вынесли на природу, потому что они раньше жили просто элементарно в картонной коробке, в ужасных таких вот антисанитарных условиях. Я думаю, там им было тесно, жарко, неуютно. Поэтому мы им вот такой вот экскурсия на природу, в такой вот клеточке, под елочками, мы им сделали вот такую прогулку. Ну и относительно клетки, по-моему, все. Да, здесь еще нужно добавить, что внизу нужно не забыть, что нужно сделать таким вот образом. Тут у меня есть такие вот перемычки верхней сетки, когда я натягивал. Но нужно дать пространство, чтобы яйца могли выкатываться вот из этой клетки. Ну и смотрите, здесь, когда будет вторая крыша, она будет приблизительно вот на таком расстоянии, здесь 10 сантиметров. Сюда закладывается внутрь, например, или какая-то жесть, или фанера, на которую будут они выделять свои выделения, скажем, куриные. И через некоторое время нужно будет их просто вынимать и чистить. Это, кстати, вот этот куриный помет вообще полезно на даче держать перепелок, потому что это полезнейшее удобрение для того, чтобы удобрять. Вот, и если у вас на даче также имеется такое сооружение, как теплица, то такая вещь, как вот этот перепелиный помет, есть прекрасным удобрением для растений, которые находятся в теплице. Ну вот сейчас только идет посадка у нас помидорно-посленовых растений. Пока сейчас еще идет именно на этапе формирования вот этой всей тепличной. Тут капельный полив организован. Пока организация. Кстати, да, здесь единственное, что нужно заметить, видите, такая вот интересная голубоватого цвета пленка, это польская пленка, она специально рассчитана для теплиц. Эта теплица имеет 4х6 размер. Значит, вот эта теплица накрыта одним цельным куском пленки. То есть здесь ничего не клеено, не резано. Можете представить, это пленка шириной 8 метров. И получилось, что накрыть вот эту теплицу, как вы видите, мы даже вот в том месте даже не обрезали вот этот остаток. Мы просто его так вот завернули, просто замотали в эту пленку полностью вот эту тепличку. Там чуть-чуть оставили в вентиляцию. Ну и потом будем сейчас разбираться, какой у нас здесь климат, как у нас здесь все будет как-то работать. Рассказывать, значит, что... Вот, а сейчас мы возвращаемся к птичкам. Вот, пройдемся... У нас здесь подачи и переполнены. Это лето мы проведем наш блог у меня на даче. У меня еще вы не были в гостях на даче. Значит, мы будем летом заниматься, будем высевать, значит, наши жидкие культуры. Будем высевать на пеньки. Значит, еще куда-то, куда найдем, куда их можно высевать. Вот, а, значит, будем рассказывать о этих жидкостях. Научимся делать бильярд. Я вам покажу, как это делается. Скорее всего, что обязательно побываем в сауне. Вот, пройдемся вот в таком красивом сосновом лесу. Вернемся к нашим птичкам. Птички здесь. Ну, и остановимся на том моменте, я вот говорил, относительно гериция. Замысел есть такой. Это не в данный момент, вот не сейчас. Другой публикации я вам расскажу. Значит, вот смотрите. Вот здесь. Специально приготовленное. Вот такой вот остался у меня пенечек. Значит, почему я не срезал его полностью? Потому что осенью, очень интересный такой момент, яблочные опята регулярно, в одно и то же время, каждый год, огромным таким вот кустом вырастают под этой яблоней. Интересно мне будет понаблюдать, вот когда спилили, что произойдет с этими опятами, будут ли они здесь вырастать, как это повлияло, вот срез именно основного штамба, штамба, как повлияет на рост вот этих, значит, опять будет ли они здесь появляться. Ну, и самое интересное, что здесь внутри, вот здесь, эта яблоня была уже старая, здесь есть, значит, такое трухлявое дупло. Вот именно здесь, в самом верху, вот сейчас я покажу, это дупло, вот оно, здесь находится. Здесь мы сделаем специальный такой вот стаканчик для жидкой нашей культуры. И вот в это место, в этот стаканчик мы поместим вот эту жидкую культуру гирицы. Культура очень, скажем так, агрессивная, очень активная. Мне кажется, что она хорошо должна у нас здесь пойти. Что из этого всего получится, мы понаблюдаем и как это все сделаем, мы здесь поэкспериментируем с этой жидкой культурой, потому что всякие там дырочки, палочки, там все толкают, пинают, там перчатки, это все в интернете уже хватает. Но относительно посева жидких культур такого материала мало. И самое интересное, что в этом году, кто заказывал у меня мицелий, тот знает, что была такая акция. Все мицелии были в одну стоимость. То есть стоимость всех мицелий была одинаковая. То есть что королевская, что розовая, что лимонная, что шиитаки, что вешенки обыкновенные штаммы. Все были одной стоимости. Значит, мы проводили очень большое, красивое такое исследование относительно возможности выращивания именно королевских вешенок, экзотических вешенок на пеньках. Как показывает уже опыт, есть обратная связь. В основном она идет из-за чего? Что люди перезванивают и спрашивают, как бороться с вредителями. Когда они начинают выращивать грибы, они вдруг замечают, что у них есть слизни на территории, которые съедают им примордией. И вот они спрашивают, как с ними бороться. Самое главное, что я у них начинаю когда расспрашивать относительно их посадки, вот я уже достоверно несколько людей звонили и рассказывал, что именно на пеньках у них растет королевская вешенка, которая отличается от обыкновенной тем, что по их описанию она не растет черепичкой, вот как обычно, она растет отдельными грибами. Грибы большие, массивные, нога и шапка. Значит, поверхность у них не глянцевая, пупырышками, серого цвета, что соответствует абсолютно королевской вешенке. Королевскую вешенку по способу засыпания под пни, абсолютно реалистично выращивать на пеньках. Это бы, чтобы вы знали на осень, когда вы захотите ее высаживать, и чтобы вы знали на следующий год, на весну, чтобы своевременно сделали заказы. Я вам 100% гарантирую, что королевская вешенка тем же самым образом посевом, внесения под пеньки, прекрасно на них растет. Поэтому видео вот так уже получилось про такой пространственный, давно ничего не разговаривали, ничего не снимали, поэтому наснимали уже очень длинно. Не знаю, сколько у вас там хватит терпения это все смотреть, но желаю вам всего самого лучшего. Следите за каналом, будем отдыхать на даче, будем заниматься разными интересными вещами, дрессировать овчарку, учиться играть на бильярде, который сделаем своими руками. Обязательно сходим в сауну. Ну и еще много чего интересного, если нам еще повезет, то немножко расскажем о дачном интерьере. Я вам расскажу, как делать столики без ножек. И и и